ребята всем приветик мы опять находимся на нашей кухне спасибо что зашли к нам гости давайте будем сегодня готовить я предлагаю вам нафаршировать перцы и сделать ёжики по моему рецепту хочу с вами поделиться ну чё будем начинать делать наши ёжики сейчас я отварила промыла отварила круглый рис сейчас я вам его покажу я его уже на ситечка чтобы он сбежал вся я его промыла вся водичка чтоб сбежала ну и нам понадобится половина для фарша и половина чтоб ёжики наши обваливать в рисе у меня фарш свиноговяжий и вот я приготовила овощи у меня вот такие перцы вот с такой шляпкой я их уже почистила смотрите внутри и срезала вот эти смешно попки срезала все они нам понадобятся для обжарки ну и здесь у меня находится морковь немножко у меня цукини две луковицы ну и приступаем все у меня уже помыто почищено но этот процесс я не снимала думала не будет вам интересно потому что это видео затянется надолго так что приступаем и так а здесь я поставила нам что понадобится для обжарки я вам вас потом перенесу сюда поближе здесь у меня находится томатная паста мука сырок плавленый как вы знаете я очень часто использую плавленые сырки потом у нас вот такая смесь про которую я вам говорила но и специи соль перец и у меня сегодня к сожалению сухой укроп потому что я ходила в магазин у нас сухого свежего укропа не было так что придется нам сухой использовать давайте приступаем итак ребят приступаем берем одну луковицу это нам надо для фарша чтоб пропасировать правильно как вам сказать поджарить немножко теперь нам нужно одна морковь мы берем одну морковь и терем на крупной терке вот на этой крупной терке теперь у меня есть вот такая маленькая сковорода вот мы в ней будем пассеровать мы включаем нашу плиту наливаем немножко подсолнечного масла итак ребята я вас немножко перед винула чтоб вам лучше было видно добавляем мы морковку и лук и и пассеруем его немножко итак отключаем мы нашу сковороду даем чуть-чуть постоять этим временем мы добавим фарш рис с вами смотрите мы добавляем ну примерно я вам сейчас покажу вот столько я оставила поставим блок сейчас мы перчим ваш наш хорошо перчика добавляем соли все по вкусу ребят соли и добавляем нашу пассерованную морковку с лучком теперь ребят нам надо перемешать этот фарш итак ребят что самое главное в этот фарш чтоб он сильно такой твердый не был сухой не был мы мы добавляем кабачок 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 мы тоже терем на терке если кто не любит кабачок не добавляете в принципе его там и незаметно будет них в принципе и вкус это сильно не будет но фарш не будет такой сухой итак ребят убираем ложку и мешаем все ручками смотрите какой у меня фарш получается красивый цветной я специально взяла такую прозрачную стеклянную салатницу миску или как можно ее назвать чтоб вам было видно все потому что я снимаю вам видео одна не могу я и камерой готовить сразу ну вот взяла такую прозрачную миску смотрите как у нас фарш получается красивый и прозрачный итак моем мы сейчас ручки и так сделали мы наш фарш вот наши перцы достаем сковороду она нам нужно будет чтоб нам соус сделать и берем вот такую форму у меня есть такая стеклянная форма и начинаем фаршировать наши перчики фаршируем хорошо вот так вот с горочкой ставим посередке берем шляпку и надеваем на перчинку также поступаем с другими перцами видите я даже с горочкой фарширую беру вот так одеваю шляпку ставлю середки берем желтенький видите как я обрезала видно все ну чтоб они стояли хорошо формочки так наш желтенький перчик сейчас посмотрим как лучше их поставить так это шляпка вот так идет теперь мы берем водичка мне нужно или ручки просто намочим потому что мы будем сейчас лепить ежики берете вот такие делаете колобки обязательно их немножко отбить обязательно они тогда форму будут лучше держать но вообще если я только тефтельки например делаю да ребят то я добавляю обязательно одно яйцо ну а если фарширую то не обязательно и обваливаю тефтельки в рисе смотрите какие они у нас красивые получаются и составляем их форму может кто-то уже из вас так делал поделитесь в комментариях что вы добавляете какие вы тефтельки делаете тефтельки ежики кто как их называет смотрите какие они шикарные красавцы получаются и когда с фаршем работу я постоянно руки смачиваю чтоб фарш не прилипал так сильно к рукам ну вот и сегодня вы со мной ужин приготовите на улице у нас так пасмурно ну вот когда мы никуда не едем если не путешествуем то готовим будем готовить вместе с вами итак ребят можно нашу включить духовочку включаем мы ее на 180 градусов ну и продолжаем делать наши тефтельки это так вкусно вы не представляете видите я прям в ситочке где рис у нас стек он сухой ну как сухой он вареный все и вот такие ежики обваливаю я и получаются вот такие ежики сейчас я покажу вам какие у нас тефтельки получились ежики наши маленький маленький получится мы его как раз сбоку поставим итак надеюсь будет вам все видно чем я буду сейчас дальше заниматься я включаю сковороду наливаю подсолнечное масло смотрите вот такие у нас ежики и перцы получились шикарные так ставим мы перцы сюда начинаем быстро тереть морковь итак берем нашу морковь отпускаем сразу сковороду ребят теперь берем мы лук луковицу режем берем наш лучок отпускаем тоже к моркови и режем паприку нашу не забываем это все помешивать запах обалденный я извиняюсь но включу вытяжку потому что это может немножко шумно будет паприку режем тоже кто кубиками кто полосочками это совсем не принципиально кто как хочет соус я делаю большинство всегда сама так наша духовочка уже готова сейчас мы делаем соус заливаем наши перцы и ежики и ставим в духовочку примерно наверно на 50 минут потому что ежики я не обжаривала и фарш там сырой у нас внутри 50 минут как минимум надо 50-55 минут где-то так добавляем тоже перец видите сюда какая у нас красота ассорти получается смотрите какая красота шикарно хорошо мы это все зажариваем потом мы добавим томатную пасту муку хорошо обжарим сделаем соус немножко сахарку обязательно я когда томатную пасту добавляю я немножко обязательно всегда сахарку потому что там вот эта кислотность чтоб не такой сильно кислый соус был она сразу это все как-то притупляет и соус такой вкусный получается смотрите как она у нас хорошо жарится запах обалденный ну а к перцам и к нашим ежикам я еще приготовлю картофельное пюре ну это наверное я показывать не буду все знают как картофельное пюре делать все его делают ну а потом покажу что у нас получилось обязательно сфотографируем покажу вам делайте это очень и очень вкусно делаем такое углубление теперь сковороде я добавляю томатную пасту сначала кто муку сначала обжаривает до такого золотистого цвета кто томатную пасту но я добавляю томатную пасту я люблю когда томатная паста обжарится хорошо сразу такой цвет красивый получается и специи тоже добавляете разные специи какие вы любите разные травы лавровый лист обязательно надо добавить все я вам покажу что я делаю ну вот у нас хорошо уже томатная паста поджарилась сейчас мы можем делаем опять углубление и добавляем муку ну где то я примерно ну смотря какая у вас форма где то две столовые ложки кто хочет густой соус то побольше муки кто хочет пожиже соус этого хватит то значит поменьше муки и хорошо хорошо все обжарить смотрите никогда у вас в соусе комочков не получится не переживайте если муку хорошо размешать обжарить никогда комочков не получится теперь мы заливаем это все водичкой водичкой заливаю я постепенно сначала немножко потом хорошо все размешала потом еще добавляю немножко я плиту убавлю видите как загустел наш соус добавляю еще водички ну примерно столько сколько вам нужно для вашей формы вот у меня два лавровых листика я обязательно лавровый листик добавляю соус и ждем пока он у нас закипит мы его немножко подсолим сахарку немножко добавим обязательно где-то ну вот меньше пол столовой ложечки четверть сахарку добавим поперчим хорошо тоже по вкусу закипает у нас добавляю сухой укроп добавляю плавленый сырок по вкусу хотите одну ложку хотите две ложки как вам нравится ну и немножко вот таких специй я добавлю очень хорошая приправа мне очень нравится и немножко специй и немножко специй таких я добавлю теперь ждем наш соус должен хорошо закипеть чтобы он был равномерный заливаем наши перчики потом и отправляем в духовку сейчас начнет закипать соус он начнет немножко загустевать так возьму я ложечку попробую его на вкус обалденный и ждем пока наш соус закипит итак ребята соус наш загустевает очень красивый получается томатный соус теперь мы берем коварешку отключаем и заливаем наши тефтели миски миски миска ребята смотрите получается вот такая вкусняшка пробуйте делайте это очень вкусно есть у меня теперь вот такая крышка кто хочет фольгой заворачивает кто хочет, но чем-то накрыть надо потому что перцы начнут в первую очередь сверху подгорать начнут эти хвостики а если вы накроете, то этого избежите у меня вот такая вот кастрюлька видите, вот такая получается я ее ставлю в духовку и потом покажу, что у меня получилось ставим наши ежики и перцы в духовку на 180 градусов и я ставлю 50 минут поставила на 180 градусов и на 50 минут ну а теперь я приступлю начну убирать всю нашу в кухне территорию и приготовлю картофельное пюре и потом сделаю фотографию обязательно вам вышлю посмотрите, что у меня получилось обязательно делайте это вкусное блюдо она как и праздничное, как и на повседневный день очень вкусно получается ну и наверное на сегодня я буду прощаться с вами спасибо, что вы были сегодня со мной вместе со мной готовили будьте здоровы желаю вам всего-всего самого хорошего ну и наверное до скорых встреч пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok